И снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Алексей Таргашков, передача «Нехвостанье чешуи». Сегодня мы находимся на юго-востоке Ленинградской области, на озере Карпылова. Ловить мы здесь будем щуку-жерлицами. Ну а вечером мы переместимся на соседнее озеро, и там мы будем ловить на Лимон ночью. Ну вот, друзья, раннее утро, и только-только начинает цветать, самое время поставить жерлицы. Первая жерлица у нас уже стоит, сейчас пойдем вдоль бережка, еще раз ставим 9 штук. Погода сегодня хорошая, щущая, низкое давление, идет снежок, ветра пока сильного нет. Будем надеяться, что щука сегодня будет клевать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот пока я выставлялся, уже одна была размотка. Самая первая жерлица, которую я поставил, на нее была поклевка. Но плотвичку она сбила, а она не зацепилась. Начинаю опускать вот эту жерлицу и чувствую, как там дерг-дерг-дерг, уже клевет пока я даже опускал. Сейчас вот приподняю. А вот живец, уже покусанный. Вот зубки. Раз. И с этой стороны два. Вот щучка уже клюнула. Сейчас может произойти поклевка еще раз на нее. Но, судя по зубам, щучка была некрупная. Она, скорее всего, такая. Может и не подойти больше. Вот это наша последняя жерлица. Выставил я 10 штук вдоль бережка. На самой первой была поклевка. И вот сейчас здесь поклевочка была, прямо в руке. А теперь мы сейчас разобьем палаточку недалеко от этого места. Вот здесь впадает ручей. Водичка течет. Кислорода много. Рыбка подходит подышать. Так что здесь сейчас, скорее всего, будет крутиться какая-нибудь мирная рыба, подлещики и платва. Вот поставим палаточку, прикормим. И будем спокойно сидеть, ловить белую рыбу и смотреть за жерлицами. У меня прекрасная палатка. Атрапалы, Шерпо, М в кубе. Отличная палатка. Вот сейчас такая погода. Идет мокрый снег. Пока мы дошли до озера, я уже вспотел. Сейчас еще сверху промокло. Палатку поставлю. И будет комфортно ловить. Так, ну вот, наша палатка готова. Палатка очень легко раскрывается и ставится. В ней могут комфортно себя чувствовать три человека. Что удобно, это можно стоять в полный рост. Иногда насидишься за целый день так, что хочется встать и размять спину. В обычной палатке это сделать невозможно. А здесь пристал спокойно, размялся и дальше продолжаешь ловить. Классок горит. Вот у нас есть поклевочка. Я чувствую, как щучка заглатывает. Вот она пошла, пошла, пошла. А вот можно подчекать. Вот первая щучка пожевала нашего живца. Мы готовили нашу холодку. Под нами сейчас 2,3 метра. Вот отражается дно. Сейчас я опускаю прикормку. Посмотрим, будет ли видно, как она опускается. Вот прикормка упала на дно. Сейчас было видно. Я опущу пока один только шарик. Ну вот рыба уже подошла на прикормку. Видно, как крутится вокруг прикормки рыба. Эти полоски – это и есть рыба. Так, ну вот. Оп! Та-та-та-та-та. Ну вот она. Вот десяток живцов мы уже поймали. 10 живцов у меня было с собой, но еще 10 живцов я поймал. Значит, будет чем расставиться завтра утром. Вот и еще одна. Ну вот сейчас мы вышли поискать окушка. Вот здесь вот небольшой коряжничек. А с другой стороны мне прекрасно видно мои жертвы. Все там клюнет. Небольшая пробежка. И все. Ну вот уже и третья щучка закусила нашим живцом. Живца, похоже, проглотила. Сбежался я вдоль этого берега. Хотел посмотреть окушка здесь. Здесь вроде как коряжничек. Глубина здесь чуть поменьше, чем на той стороне. Заглотит получше. Щучка здесь, по всей видимости, не крупная. Озерцо небольшое. Скорее всего, это не резчевище щучье. Щучки здесь вырастают до своего оптимального размера. Потом по ручью скатываются в речку и уходят. Ладно-ка, ну вот и будем закругляться пока. Сейчас уже темнеет. Ну а вечером сегодня нас ждет вечерняя рыбалка и ночная налима. Посмотрим. Ну вот, друзья, мы оказались на озере, на еще одном озере, где мы будем ловить налима. Сейчас примерно около 10 часов вечера. Самое время поставить жирлица на налима. Ну и сами рядышком посидим пару часиков, попробуем поймать его на удочку. Опускаем мы нашу жирлицу на самое дно. Ждем пока раскрутится катушка, но глубина приличная. Вот, на дне. Теперь мы обмотаем немножко лески. Вот такая вот снасть идет на налима. Вот внизу ставится стукалка, которой мы будем стучать по дно, привлекать таким образом налима. Он отзывается на любые звуки под водой. Ему интересно потом посмотреть. Сюда мы подсадим маленькую ряпушку, которая у меня еще с осени заготовлена специально для этой ловли. И на верхнюю мормышку тоже подсадим кусочек ряпушки. Верхнюю мормышку мы подсветим. Здесь это накопитель. Она будет у нас светить под водой. Это тоже привлекает налево. Ну, и таким образом будем ловить. И таким образом мы стучим по дну. Желательно, конечно, попасть на камни. Вот, когда по камням бьешь, более отчетливый получается такой ударчик в руку. Налим любит камни. Вот, желательно найти камни, чтобы по камням стучать. Сегодня мы находимся на озере Погоском. С нами сегодня Андрей, который будет сопровождать нас на этой рыбалке. И мы хотим задать пару вопросов, Андрей. Скажите, вот мы поставили вчера ночью на Налима жерлицу. Сейчас начало декабря. Есть ли вообще смысл в это время пробовать поймать Налима? Знаете, в любом случае. Нужно ставить и пробовать. Но, если сказать честно, то сейчас еще рановато. Потому что, да, это в начале января. В январе весь в Ирале. В Ирале. Андрей, скажите, а вообще в озере какие виды рыбалит? Ну, здесь у нас щука, окунь, плотва. Налима. Ну что ж, друзья. Налима нам не удалось поймать. Правда, один маленький у нас сошел прямо в лунке. У нас стояло 10 жерлиц. Сейчас их собрали и переместимся на щучье место. У нас со вчерашнего дня поймано 10 живцов. Так что мы поставим эти 10 живцов. И также попробуем искать окушочка. Может быть, щучку рядышком на блесеньку. А погода вот нас осыпает снегом. Ну что ж, погода плохая. Значит, рыбалка должна быть хорошей. Будем на это надеяться. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, сегодня мы находимся в деревне Тервиничи. И за моей спиной расположен покрово-тервинический женский монастырь. Впервые монахини пришли сюда в июне 1991 года, чтобы осмотреть развалины Успенского храма. В то же лето, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, было основано покровское сестричество. Ну а в 1997 году решением священного синода сестричество получило статус женского покрово-тервинического монастыря. В обители действуют иконописные и швейные мастерские, а также сестры имеют свое огородное хозяйство и молочную ферму. Погода у нас меняется из часа в час. То ветер дует сильный, то потом снег пошел, теперь вышло солнце, ветер точился. Все это скажется негативно на клеве. Особенно вот такие озера, лесные озера небольшие, они очень-очень капризные. Тут рыба очень чувствует вот эти все переменные погоды. И вот что происходит. У нас 10 жерлиц поставлено, но ни одной разметки пока не было. Вот мы сейчас сели здесь, ну хотя бы успешно ловим живцов. У нас будут живцы на завтра на щуку поставить, и у нас будут живцы на налиму. Мы все-таки попробуем еще раз сегодня поставить на налиму вечером. Мы сменим место, так как выяснилось, что мы немножко не там поставили. Все-таки у налима есть свои тропы, по которым он ходит. Ну что такое налиме тропы? Это скаменистое дно. Он любит места, где можно залезть под камень или под коряжку. Вот такие закоряженные и каменистые места вот обязательно надо попробовать ловить. У меня тут прям клево. Вот такие вот места с камнями, с коряжками на дне обязательно надо пробовать ловить там налима. Потому что именно вот в этих местах, скорее всего, вы его поймаете. Ну вот мы прибыли на озеро. У нас было расставлено всем жерлицам на налима. Были две пустые размотки. Непонятно, что случилось. То ли рыба выплюнула, то ли что. Здесь у нас поставлено на щуку. И сейчас я вижу из десяти четыре. И последнее очень плохо видно. Может быть раскрыто, может нет. Четы уже я вижу точно. Вот первую проверяем. Похоже, пусто. Что ж такое? Выплюнувается, а? Ну ладно. Одну проверили, пусто. Пойдем дальше. Так, ну вот еще одна. Да что ж такое? Опять вроде пусто. Ну смотри, лески очень много смотано. А толку? Что там? Вы должны поймать или я что? Я не понимаю, в чем дело. Выплевывать всех желудцов. Здесь леска вся смотана. Оп, есть, есть, есть. И хорошая вроде. Если там не пучок травы я тащу. Да, похоже, это был пучок травы. Нет, ну тяжесть какая-то есть. Вот она, есть, есть, есть. Не дается, не дается, не дается. Важно тут не форсировать, потому что вот рванет резко и все. Опаньки. Вот он. Ну, красивый. Такого и самого наживца можно ставить. Друзья, в этот раз на рыбалке на озере Карпыловском и на озере Погоском нам удалось побывать и порыбачить на щуку. Также мы пытались ловить налима. Но с налимом получился небольшой пролет у нас. Видимо, скорее всего, потому что все-таки рановато. А налима лучше ловить в феврале, в январе, в феврале месяце. Ну, а на сегодняшний день у нас декабрь, середина декабря. Но хочу посоветовать вам вот такие вот крючки для ловли щуки и налима. Крючки эти используются для жерлиц. Крючочки очень своеобразные. Выглядят они вот так. Это небольшой крючочек в соединении с более крупным крючочком. На крючочке вы подвешиваете живца, а махи остаются для того, чтобы зацепить рыбу. Она проглатывает такой крючок без озрения совести. Она практически не чувствует, что там что-то есть лишнее на рыбке. И очень хорошо цепляется за вот маленький крючочек, за глотку. И сходов очень мало. Потому что щука практически не чувствует разницы, что там что-то лишнее. Так что вот используйте вот такие крючки для ловли на жерлице. Называется VMC Predator Tarnaseries. Вот отличные крючки. Гораздо лучше, чем двойники и тройники. Также на этой рыбалке мы использовали леску Suffix Ice Magic. Прекрасная леска для ловли как мирной рыбы, не крупных плотвичек, наживцов, а кушков. Практически отсутствует память. То есть леска не бьется, когда вы с катушки спускаете. Нет вот таких витков. То есть ровненькая лесочка. Это очень важно для чувствительности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Рыбы и больших окушочков. Хорошие удочки, всегда беру их с собой на рыбалку. Друзья мои, сегодня я научу вас, как приготовить щучью икру. Не забудьте про жареную щучью икру. Нет ничего вкусней соленой щучьей икры. Но приготовить ее нужно правильно. Дело в том, что в щуке могут находиться опасные для человека паразиты. Никто не хочет подхватить никаких паразитов, правильно? Поэтому готовить ее нужно так. Здесь у нас щучья икра. Что мы сейчас делаем? Здесь я поставил воду на огонь. Она у меня уже кипит. Сейчас я разрываю щучью икру на кусочки. Вместе с ястыками просто надрываю на кусочки. Вот так вот. Вот так вот. Рву. Она как рвется, так и рвется. Ничего страшного. По-любому главное разорвать ее как можно мельче. Водичка у нас уже кипит. Сейчас я закладываю нашу икру прямо в кипяток. И не надо бояться того, что икра может свариться. Не надо переживать об этом. Сейчас мы просто начинаем перемешивать. Вот так вот. Тихонечко. Где-то буквально минутку нам нужно подержать икру именно на огне. А потом снять. Но только нужно постоянно помешивать. Постоянно помешивать это для того, чтобы яиц таки отделились от икры. А как раз вот этот кипяток убьет всех паразитов, которые могут быть опасны для человека. В наших северных регионах этот паразит встречается довольно-таки редко, но он здесь есть. Вот икра у меня уже начинает белеть, но я не боюсь этого, потому что икра не успеет свариться. А теперь, друзья, мы снимаем. Мы подержали буквально минуту на огне. Я хорошенечко размешал. Все, что нам нужно теперь сделать, это удалить из стыки. Вот один. Вот второй. Все. Теперь у меня здесь... ...через малю, можно через ткань. Что вы найдете, то и будет. Лишнюю влагу мы... ...через малю, можно через ткань. Время икра опять станет прозрачной, как она и была. Она не будет белой. Она будет точно так же лопаться у вас на языке. И будет безопасно для употребления в пищу. И будет очень вкусно. Это можно сделать прямо... Вот вы поймали щуку прямо на льду, если у вас есть с собой горелка, вы захотели бутербродик со щучьей икрой, без проблем. Можно сделать прямо там. Ну вот, друзья, я перемешал соль очень тщательно, так, чтобы икра была равномерно просолена. Теперь мы выкладываем ее на тарелочку. Ну вот, друзья, наша икра готова, но не совсем. Теперь нам нужно ее остудить. Икра еще теплая, но наиболее вкусная она будет тогда, когда она будет холодной. Вы намазываете на белый хлеб маслица, сверху кладете икру и употребляете в пищу, не боясь никаких паразитов. Ждите новых рецептов в наших следующих передачах. Ну вот и подошло время попрощаться, друзья. Рыбалка на юго-востоке Ленинградской области сложилась, как всегда, удачно. Мы поймали щук, единственное, мы не поймали налима. Но я надеюсь, в следующих передачах мы его обязательно поймаем. С вами был я, Алексей Таргашков, передача «Ни хвоста, ни чешуи». И ни хвоста, ни чешуи, ни вам. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»